всем привет друзья в прошлых видео я рассказывал о том что начал работать на траке работал на на рифере и набираюсь опыта так сказать я стажировался и поездил какое-то время уже сам выдали мне трак volvo трак старый 540 тысяч миль пробега друзья вот что бывает когда компания вам дают старый трак у меня трак volvo 540 тысяч миль в котором живет крыса вчера купил это все вчера вот вечером печенье это вроде бы еще целых вот так выглядит в этих троях причем печенье было вот здесь лучше были под кроватью то есть либо и здесь несколько либо она может вот так вот как-то перебегать я сдаю этот тракт на хрен сейчас и меняю компанию девятнадцатого года но для трака это уже очень большой пробег так как где-то на 300 тысячах уже стараются у траков избавляться и вам будет говорить что это нормально что ничего парень не понимаешь что ты молодой и трак это офигенный но не верьте не слушайте эти басни даже если человек без опыта вот как я я просто звоню в компанию другую и рефер мне предлагает вас третьего года бренд new truck в целлофане только приходи работай к нам еще один трак компания водитель с сиделом это очень востребованный работник даже если нет опыта есть компании которые готовы научить предоставить все что только нужно для работы а есть компании где даже перчатки вам нужно покупать за свои деньги жилетку защитную для работы нужно покупать за свои деньги и прочее проще просто нужно выбирать компанию не слушать басни и не вестись на то что вам хотят внушить и идти своей дорогой я же сейчас меняю компанию так как на рифере дела не слишком хорошо я не знаю ли вы это конкретно в этой компании или так по всему рынку в штатах но факт остается тот что первая неделя у меня три дня простое диспетчер решил мне брать грузы через сутки и говорил что это нормальная практика когда у них какой-то контрактный груз который должен быть минимум сутки отступа он ушел в отпуск и другой диспетчер сразу сказала что мне не нужно простаивать я буду искать груз сразу что мне очень понравилось но потом были все равно простое сломался рифер и у меня вторая неделя четыре дня простое я никуда не ехал не зарабатывал деньги третья неделя проблема с траком три дня простое выезжаю после трех дней причем заметьте я человек который работает и хочет работать без выходных который готов ехать столько сколько позволит мой организм ни единого ни единого часа простоя по моему выбору у меня нету мне не нужно отдыхать я отдыхал очень долго не не нужно спать я могу спать три часа в день все остальное время ехать мне нужно работать и жалко что в компаниях этого не ценят поэтому приходится менять компанию и искать свое я уверен что где-то это оценится третья неделя после трех дней простоя из-за поломки трака мне дают груз который какой-то контрактный и важный груз для компании говорят ну сегодня пятница знаешь мы у нас есть груз на воскресенье и подождешь ладно нет ищите мне грустно сейчас будет ну мы тебе сейчас найдем груз какой-то короткий чтобы ты так просто туда назад съездил чтобы в воскресенье поднять и грудь мне все равно ваш контракт мне нужно ехать и компании не часто не понимают что да у них есть какой-то важный контракт но водитель пришел на центы на самую минимальную ставку в соединенных штатах для того чтобы ехать много миль а не для того чтобы стоять по два дня и ждать какой-то контракт 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 не будет важен в моей компании с моими личными траками а сейчас не важно ехать мне не мне не не важны какие-то контракты не важны дешевые грузы как говорил овны к овнар компании что они берут водителей новичков и берут для них копеечные грузы для того чтобы они ехали набирались опыта я же заметил совершенно противоположное то что компания берет контракт за который платит скорее всего очень много так как я имею трехгодичный опыт работы диспетчером я понимаю что такое контрактный груз сколько за них могут платить и почему они важны для компании и когда водитель работает на 65 центов и должен ждать два дня это не дело как по мне мало того я приезжаю в 5 утра в воскресенье на пикап и мне сообщают что груз отменен отменен груз и шипер то есть отправитель груза сообщил об этом брокеру еще в субботу в 11 утра но диспетчер даже не удосудил не удосудился это проверить если груз все ли с ним в порядке таким образом я теряю еще день и в этой неделе у меня получается общие сложности пять дней простое и из-за чего же старый трак непрофессионализм диспетчера абсолютно наплевательское отношение ко времени водителя я не знаю в чем конкретно причина или это комплекс всех этих факторов но факт остается фактом есть компании где вы совершенно не можете заработать деньги и только тратите свое время я даже не уверен что таким подходом и овнер зарабатывает на этом траке я не понимаю в чем конкретно в чем конкретно есть проблема и сложность купить новый трак так как сейчас можно записываться можно остановиться на очередь можно купить трак с наценкой но как по мне даже наценка в 30 в 50 тысяч долларов за новый трак это возможно это имеет смысл чем ездить на старом траке и постоянно терять деньги